Когда рутра нарушает, он пытается как-то оправдаться, типа как в прошлом каком-то видео, он зафридамажил человека и говорил, откуда я мог знать, что ты там находился. Когда челик совершил малейшее нарушение, все сразу жалуется, жалуется на, блять, сервере, где ннрпшные скины имеются, это, блин, даже гениально. И вишенка на торте, мое личное субъективное мнение, простите, если кого-то оскорбил. Судя по лайкам, есть 11 человек потенциально, которые его поддерживают, вот, на момент создания ролика этого было 11 человек под этим комментарием, но, скорее всего, сейчас будет их больше. Дорогой Дэнни, если я произнес твой имя неправильно, заранее извиняюсь, я прекрасно понимаю, почему ты негодуешь в комментариях, но ты привел недостаточно правильный пример. В первом случае, где я, типа, нарушил правила, я сделал это несознательно, я челика задамажил, не зная то, что он там находится за стеной. Я, по-твоему, должен был его видеть, вот, через стену, волхак установить и просто видеть то, что он там стоит, чтобы не прилететь в него, ну, это бред. Если бы ты привел пример нарушения какого-нибудь летсплея, где я челика убил при свидетелях сознательно, то, окей, претензий нет, ты меня попустил перед всеми комментаторами. А тут немножечко такой вот примерчик, ну, несуразный немного. Ты можешь думать как хочешь, оставаться при своем мнении, я тебя оскорблять за это не собираюсь, тем более, ну, за мнение оскорблять, ну, это бред. Вот. Думаю, ты не будешь отписываться и поймешь, что я тебе хотел донести в начале этого ролика. Ну, а теперь начинаем. Итак, в чем суть, постараюсь рассказать кратко. Мы с моим товарищем Zip'ом решили сделать обзвон на админку на его серваке. Кому интересно, что же это за сервер такой, оставлю IP группу в описании. А мы переходим к обзвону. Перед началом этого ролика хочу порекомендовать свою группу ВКонтакте. Там мемчики, а также анонсы моих роликов. И еще можно порекомендовать мои сервера Arbus Project. Ссылки в описании. Так, Даня, привет. У меня новый куратор, зовут Артур. Нет, вообще-то не Артура, а Артур зовут, слышишь? А, ну да, да, Артур, извини. Я точно. Спасибо. Я путаю всегда. Артур, Артур, ну, созвучит имена. Ну да. Вот, правило повторял? Да, читал немножко. Угу, угу, я понял. Ну, хорошо, я слово передаю Артуру. Здорово. Здорово. А че смешно, я че, клоун? Да, я всегда так. Как? После этого рожача, 100% какой-нибудь мамкин разоблачитель скажет, что это постанова. Но на самом деле нет, мне это просто вот в эту же минуту, в этот же вечер Зип написал. Заходи, сейчас будем просто опрашивать по приколу Челика. Вот, мы сначала реально думали сделать реальный нормальный обзвон. Но потом что-то пошло не так. Правило знаешь? Ну, читал повторял немножко. Ну, что такое ULX? Рассказываю вкратце. ULX это админка со множеством функций. Уяснили? Уяснили. Так, это сластиковый. Что? Ну, типа письмо его не строить нельзя. Правильно. Что, блядь? Ой, простите. ULX что такое? Ну, типа фашизм и так далее. Нет, ULX что такое? И для чего он создан? С этого момента мы с моим коллегой начали заподозривать что-то неладное в его ответах. Получается, я спросил у него про админку, для чего она создана. Он говорит, что это правило на сервере, которое запрещает там фашизм, свастики и писюны строить. Ну, это пиздец. И я даже сначала не понял, и по приколу я ему сказал правильно. А, ладно, давай, давай попроще. GM Donat. Помнишь? GM Donat. Я не знаю... Нет, не помню, если честно. А, хорошо, хорошо, хорошо. Zathithiman System. Так, это у нас фрик. Короче, лучше пересдать. Фрики, что такое, РДМ? Без причины, то есть тот же самый РДМ. РДМ идет от трех человек. Массовый РДМ от пяти. Или от трех. А, ЛНР именно, что такое? НЛР, может? ЛНР. НЛР. ЛНР. Это вроде этот, как он? Во время смерти нельзя приходить. Нет, это Луганская Народная Республика, на самом деле. А что такое Криминал РП? Ну, ты самый простой. Криминал РП. Ну, Криминал РП, по идее, это все, как он. Ну, типа криминальная деятельность. Типа мафия, вор, взломщик и так далее. Ну, и... Что запрещает правила, а что разрешает? Сотрудничать или как? Или криминальность? Сотрудничать? Нет. Ну, типа ты имеешь в виду сотрудничать, либо что-то еще подобие этого. Ладно, окей. Будем считать то, что это я так от Балды задал этот вопрос. Правила Криминал РП существуют, почитай, что оно означает. Ну, потому что я не читал это правило, если честно. Ага, ты понимаешь то, что перед тем, как на админа остановиться, ты должен прочитать правила? Вот это я, говорю, правила не помню. Я половину вообще не помню. Так что, я говорю, легче будет не перестать повторить правила еще раз. Ну, подожди, еще пару вопросов. Что такое, допустим, вот? Ну, да, мы к пятой минуте уже прощупали то, что у него можно спрашивать любую хуйню. Он на нее будет отвечать хоть бы что. Вот даже по этому правилу Криминал РП я реально нормально задал вопрос и ждал нормального ответа. Хотя бы примерно какого-то близкого. Но он вообще херню начал нести. Переслушайте момент с Криминал РП. И поймите, что после вот этого момента мы уже додумали, что можно делать контент. Вот, например, Куру Орк. Вроде за массовые нарушения сильные. Угу. Также какие поэти могут забанить. А чем ПТС от Айди отличается? А, хорошо, а вот если, допустим, вот ты так сделал, что у тебя в Винномере одна буква не читается, что будет? Ммм, тут БАГИН. БАГИНС. А чем Айди от Винномер отличается? Блять, ну вы просто вдумайтесь. Мы на обзвоне по админке в Гарисмоде. Опрашиваем челика, используя автомобильные термины, блять. Винномер автомобиля. ПТС, сука, автомобиля. Что будет, если буковка в Винномере не читается, он говорит, что будет тогда по Айди баниться. Потому что там какая-то система не позволяет обойти бан по Айди. Блять, это такой клоун, сука. Ну типа, Виннонер можно, да, сменить? Ну, нету. Стоп, 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 я тебе подсказку дам, его можно перебить. Это в компе вроде, да? Ну да, там 5 тысяч за одну цифру, а цифр, по-моему, 11. Ну знаешь, ну тут перебивать, мне кажется, его не будет за 5 штук, ну хотя есть много дебилов и кретинов. Да, сука, есть еще отдельный вид кретинов, которые отвечают на правила хоть бы что, лишь бы попытаться пройти на админку. Вы представляете себе, он стал администратором? Что бы он вообще творил? Картина, сука, маслом. Он делает отчет, может быть, еженедельный о разборе жалоб и такой пишет. Я сегодня забанил 10 RDMщиков по ВИН-номеру. Они его перебьют, но я их забаню по ID, чтобы они не обошли нашу систему по разбанам. Сука, так и представил. Сука, ладно, продолжаем. Пермач это за End Mess Lab, а если End Uvit, то это как бы не пермач, подумай хорошенько. Ну неделя, месяц, банок где-то. Смотри, если ты играешь, да, ну допустим, вот ты игрок, играешь и решил, ну как бы, поформить денег и включил Future Bitminers. Сейчас скажи, пожалуйста, как администратору понять, что у тебя работает Future Bitminers? Типа подлететь ко мне, я могу объяснить ему, что вот это работает. Ребята, давайте честно, вы поняли смысл вопроса? Future Bitminers к вам подлетит админ, как вы объясните админу, что у вас стоит Future Bitminers? Блядь, это название аддона просто, в котором есть вот эти вот Bitminers. Что это, сука, он реально думает, что ему какие-то вопросы по существу до сих пор задают, а между прочим, это где-то уже полчаса этого обзвона. Ты знаешь, что это чип такой вообще-то? Ну как бы объяснишь? Нет, ты админ как бы, да, и тебе нужно понять, что у человека Future Bitminers. Вот как ты будешь написать? Могу последить за его экраном, в принципе. И что там будет видно? Ну всякое можно. Смотря что у тебя. Например. Ну типа смотри, какая админка еще на сервере, типа она показывает иногда, как некоторых проектах есть. Ну у нас стоит в данный момент RS4 0 Turbo. Ну, вроде неплохо, да, настолько. RS4 0 Turbo, блядь, довольно-таки неплохо, насколько мне известно, сука. Кто не понял, короче, RS4 0 Turbo, это вообще-то Audi RS4. На турбине, блядь, с турбированным двигателем, сука. Как он просто верит в эту хуйню. Вот смотри, есть две версии, TDI и TFSI. Смотри, значит, у TFSI там эти самые, Vanos и... Есть Vanos, а есть Vanos, это две разные вещи. Сука, срань господня, блядь, Vanos и Vanos, сука. Короче, Vanos это тоже автомобильный термин. Хотите гуглите, хотите дегуглите. Я уже заебался вам расписывать это все просто. Я буду иногда вставлять вот такие вот пояснения голосовые. И так, спустя несколько десятков минут, такого томного и долгого набора, он все-таки начал себя потихоньку выдавать, но потом выкрутился. Не знаю, честно, я просто там сказал тысячу-движности так. Потому что я не знаю этого. То есть ты, ну ты всегда так, да, типа, если ты не знаешь, чтобы ты, ну не говоришь, что ты не знаешь, не идешь к старшему, а ты просто так обголден, да, говоришь, чтобы... Нет, почему, я могу... С таким успехом, значит, подожди, стоп, я немножко не прослушал, но... С таким успехом можно даже сейчас утверждать, что ты, наверное, и на наборе так отвечал сейчас у нас. Нет, почему? То есть вот в тех ответах ты уверен на 100%, которые ты давал ранее? Ну-ка, ты девято, я думал очень хорошо, как и тут я сейчас подумал. Блядь, он очень хорошо думал, как он говорит, насчет того, чтобы вычислить у человека Future Bitminers, блядь. А если вы не поняли до сих пор, Future Bitminers это название аддона на Bitminers. Вот. А админа к TFSI, TDI и уж тем более RS4 Turbo не существует. Не знаю, как ответить. То есть про TFSI и про Vanos это знал, да? Куда пошел? Ну, более-менее такое. Про, как бы, IGS Modification тоже, да? Нет, вот это он мне не говорил, он мне говорил, получается. Там что-то запрещено письмо делать и с ластика. То есть это единственное, что он тебе сказал? Ну, единственное, что предупредил меня, да. Ребята, ответственно вам заявляю и предупреждаю вас. Нельзя строить письюны на серверах DarkRP. Спасибо за внимание. Подготовил я немножко к этому. А про, там, вот, допустим, JobRank System или там... Нет, нет, нет. Лоадев, там, PhonePointShop. Нет, мне могут такие два только. У меня вот такие два. Про SSH Rewards, там, про SmartSnap, по TFA Bass, по TFA Weapon, Tool Fading, понимаешь? Нет. Кейпад, а тут Пермапроб, Tool First Person, вот это вот он тебе говорил. Нет, я там сам читал. Tool X. Сам читал, да, про них? Ну, немного сам читал, да. Это, в памяти немного держится. Читаю вот, что я вот сказал. Так, а про TFSI ты читал? Нет. А, почему? Ну, вот если ты не читал, почему ты отвечаешь? Ну, пытаюсь как-то. Такое. Так, значит, ты про TDI не читал? Ну, я пролистывал так, если говорить. Так, ты видел TDI там? Есть вообще или нет? Там, да, есть он. TDI? Должен быть. А пункт какой? Подожди, сейчас я еще раз открою, просто тебя спрашивал так, не читая. Он на серьезных щах мне рассказывает, что там есть пункт про TDI и TFSI, но он их просто не читал, а пролистнул. Понимаете? Во время набора, когда администраторы 100% сидят с открытой страницей правил, которые, ну, априори должны знать правила наизусть, он им утверждает, что там есть какой-то несуществующий раздел, бля. Какой конченый идиот. Что такое NPC? NPC это игроки, типа, можно сказать. Ну, либо боты. Угу. Хорошо. Ну, больше это к ботам относится, вроде как. Я вот сижу, не знаю, минут 20 с вами. Я вот могу сказать Zip, ну, давай матменку. Он прошел, мне кажется. Ты реальный, Томас Шелби. Тебе 100% быть у нас на администраторке. Ну, все, сейчас как интернет, тогда включается, буду поступать. Угу. Да, главное про TFSI и TDI повтори. И Ивана с вами, да. Да, я сейчас займусь этим делом. Завтра еще раз садишься, значит, читаешь про маслосъемные, обязательно. Вот это очень важно. Очень. Я завтра... Гильзовку, изучи полностью, гильзовку. Это очень важно. Хорошо. Значит, дальше, значит, записывай. В чем разница 15v40 и 30v40? Это вот, блядь, вот что выкокочено. 15v40 и 30v40. Значит, так мыс. Да, это, кстати, реально нужно знать. На самом деле. Да, полусинтетика и синтетика, чем отличается. Почему автоэкзек работает только на полусинтетике? Значит, дальше... А синтетика почему используется именно с NPC, а не с Hitman? Да. Давай просто от родопунктов скажешь, какие там надо... А там все нужно, открой правила, открой, открой, открой сейчас правила, там все будет сейчас написано. В группе там они есть. Ладно, записывай уже, некогда мне. Восемь девятьсот семьдесят. Это куда? В телефон. Завтра в 15 часов дня по МСК позвонишь, скажешь. Как позвонишь, наберешь. Восемь девятьсот семьдесят. Угу. Семьсот шестьдесят три. Угу. Пятьдесят два. Пятьдесят пять. Угу. Все, запиши. И, значит, чем отличается моно-впрыск от газораспределения, тоже, чтобы знал. Значит, и про битурбо тоже почитаем. Ладно. Это привилегия, так говорится, что. Да, да. Подсказка. Да. Пока. Что сейчас, блядь, вы, Артур? Что это? Блядь, он еще... Блядь, либо это очень жирный троллинг, либо я не ебучу это сейчас. Это какой-то пиздец, блядь. Прикинь. Я его говорю, блядь. Я его реально подписывал в домер, говорю. Блядь, я просто открыл, блядь, ФТП и перечисляю, блядь, наши отземина. Он мне говорит, он мне говорит, блядь, за фьючер майор, говорит, 1200 секунд. Захидман, это читы какие-то, слышишь? Я тебя потом объясню, ты, блядь, это, это пиздец, еба. Я ему спрашиваю, фьючер битмайнер, он говорит, ну, говорит, посмотри, через спектратора, блядь. Боже мой, Кабони. Ю, ЮЛХ говорит, говорит, за ЮЛХ нахуй 600 секунд, блядь. Говорит, за ЮЛХ, блядь, 1200. Господи, слушай, знаешь, можно новую рубрику, я тебе говорю, можно новую рубрику вводить, вот, если ты сейчас, ты понимаешь, если бы нахуй ты не пришел сегодня, если бы я не решил его позвать, мы бы, блядь, даже не узнали, что такие люди есть вообще. Блядь. Что лучше, спрашиваю, ТДА или ТФСА? Я почему-то пасай, блядь. Не тура, прочитай. Он, слышишь, он лучшим перекупом после нас станет в этом мире, ты понимаешь? Что-то не, блядь. Блядь, пиздец просто. То есть надо додуматься, им автомобильные какие-то термины, значит, горит на опросе на админку, пиздец. Блядь, ну ты, понимаешь, он даже не думает. То есть, он, ему главное... Ну, наверное, Джоэл 600 секунд дается за ЛЮЛИКС. Блядь, ему главное пройти, ему похуй вообще. Че я нахуй его спрашиваю, ему поебать, он бьет просто, понимаешь, пальцем в небо. Он даже не слушает, че я спрашиваю. Я, блядь, полный бред спрашивал. Я, блядь, надо было... Блядь, про этот, про донат со сталкера онлайн я начал хуйню запирать. Какой, говорю, софт, хлещий, блядь, хищник. Он еще номер записал в интернете, его звонить не будет. Я прикинь, он, не знаю, кого-то зарегистрирован, блядь. Я как он особый, все сквозь удачи шел бы, и пусть меня никто не нашел бы.